Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 9-11 тепла, днем 27-29 градусов. В Черкесске состоялось награждение победителей детских творческих конкурсов, приуроченных к Всемирному дню водных ресурсов. Проходило оно в Республиканском центре дополнительного образования детей, который является постоянным партнером Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» в проведении эколого-образовательных мероприятий. Подробности о прошедшем мероприятии узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. Режим самоизоляции попал на время проведения конкурса, и ребята приняли участие в нем дистанционно. Они записывали ролики с исполнением стихов «Собственное сочинение» для участия в литературном состязании «Волшебница вода». Присылали фотографии рисунков и подделов для конкурсов «Капелька чистой воды», «Вода – это жизнь» и «Путешествие капельки». Именно в этих номинациях школьники получили награды от «Русгидро». Знаете, когда очень много участников, да, трудность возникает, конечно, но нам настолько отрадно видеть детей с их работами, мы постараемся каждого чем-то тоже отметить. Они ведь растут, и время от времени, как каждый из нас, достает свое портфолио, достает свои грамоты, которые они получили в детском саду, в школе, будучи уже взрослыми. Поэтому я думаю, это им очень приятно, потому что, когда видишь результат своего труда, видишь, что взрослые люди отмечают твои какие-то старания, это очень важно для наших детей. Представители «Гидроэнергетика» вручили детям дипломы и подарки с символикой «Русгидро», а победителям в литературной номинации помимо диплома подарили книги под названием «Царица вода». Кроме этого, было отмечено, что подобные конкурсы созданы для того, чтобы дети понимали важность охраны природы и ценили все ресурсы, которые она нам дает. Неделя воды – это традиционная неделя, посвященная экологическому образованию детей. Мы ее традиционно проводим совместно с Центром дополнительного образования детей. И это всегда такой симпатичный, хороший праздник. Мы привлекаем внимание детей к проблеме чистой воды, к сохранению водных ресурсов, к тому, что это важно, что им жить на этой планете, им нужно бережно относиться к воде, к водным ресурсам. Привлекаем внимание и к тому, в каком удивительно красивом месте мы живем. Организаторы данного мероприятия отметили, что в будущем планируется еще много подобных мероприятий, ведь тематика чистой воды и бережного к ней отношения будет всегда актуальна. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. В эфире Вести. Вы смотрите Вести. Доброе Вести. На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Садомов снова зацветут сады. Вести всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин